И мы продолжаем. Как здорово, что у нас снова полный зал. Спасибо вам. Привет. Привет, кто там, возможно, первый раз сегодня в этом зале. Еще один очень важный, на мой взгляд, навык, умение или способность руководителя и предпринимателя — это превращать любую проблему в задачу и максимально эффективно и быстро ее решать. О том, как креативно решать задачи, нам расскажет Максим Поташов, управляющий партнер R&P Consulting и магистр игры «Что, где, когда». Прошу вас. Добрый день. Очень рад выступить перед такой масштабной аудиторией. Буквально несколько слов в самом начале о себе и о том, откуда вообще взялась эта тема, про которую сейчас буду вам рассказывать. Я по образованию математик, по профессии маркетолог. Много лет работал в разных больших и не очень компаниях, возглавляя маркетинговые службы. С 2009 года создал свою компанию и до сих пор ее руковожу, которая занимается консалтингом. А еще последние, наверное, лет восемь меня очень часто приглашают выступать с разного рода учебными программами. И до некоторого момента жизни они в основном были посвящены моей профессиональной деятельности, то есть маркетингу, продажам, клиентскому сервису и так далее. И поэтому, когда ко мне в 2012 году впервые обратились с предложением подготовить выступление, подготовить учебную программу, вот собственно на тему принятия решений, для меня это было неким вызовом и поводом для сомнений. Почему? Потому что я немножко боюсь такого вот рода абстрактных тем, которые вроде бы обо всем с одной стороны и ни о чем с другой стороны. Я люблю рассказывать такую историю, сейчас очень популярен стал в последние годы формат бизнес-завтраков, знаете, наверное, когда утром собираются разные люди в каком-то ресторане, кафе, приглашают какого-то интересного человека и они с ним общаются достаточно в свободной обстановке. Вот мне не раз приходилось выступать в роли такого непонятно кому, непонятно чем, но интересного человека. Обычно эти мероприятия начинаются с того, что их участники как-то коротко представляются, говорят, чем они занимаются. И вот в такое мероприятие люди встают, говорят о себе, кто-то там собак разводит, у кого-то ювелирное производство, в основном какой-то малый и средний бизнес, сотрудники каких-то больших компаний. Потом встает девушка, очень симпатичная, лет девятнадцати, и говорит, я коуч, я учу людей правильно жить. Ну вот ведущий этого мероприятия начал задавать ей неприятные вопросы. А собственно, какой у вас опыт, что вы сделали в жизни, что дает вам собственно право учить людей жить. Девушка расплакалась, убежала. Я потом на него ругался, что нельзя так девушками обращаться, вот негуманно это. Но если серьезно, мне очень всегда не хотелось уподобляться этой девушке, хотя может быть у меня чуть больше оснований, чем у нее, но все равно учить людей жить мне не хочется. Если я чему-то учу, то мне хочется давать какие-то приемы, инструменты, что-то конкретное. Поэтому браться за эту тему мне было непросто. С другой стороны, так получилось, что в разных своих апостасях, уже не первые десятилетия, и как консультант, и как игрок, я на практике занимаюсь решением разного рода сложных проблем. И грех было не попробовать как-то обобщить этот собственный опыт, не почитать теорию, которая много всякой интересной. И вот это все в итоге вылилось в тему техника принятия решений, которая неожиданно для меня стала таким вот бестселлером в моей работе. Очень часто приглашают именно с этим выступлением, что для меня в связи с того, что действительно в наше время этот навык принятия решений, он очень востребован, потому что усложнились задачи, которые приходится решать, причем и бизнес-задачи, и задачи жизненного характера, которые перед всеми нами стоят. Более того, очень сильно вырос поток этих задач. Решения приходится принимать сейчас часто, быстро, в условиях зачастую ограниченного времени, стресса, недостатка информации. И поэтому действительно люди ощущают, многие по крайней мере, что им не хватает инструментария и не хватает понимания того, как же все-таки это следует правильно делать. Вот, собственно, про это я сегодня немножко вам расскажу. На самом деле эта тема большая, и за час ее охватить невозможно. Мы коснемся только одного из аспектов, а именно креативных методов решения бизнес-проблем, то есть по сути методов генерации идей, генерации решений. Начнем мы вот с чего. С того, что вообще такое правильное решение. Понятно, что целью является не просто принятие решений, а принятие решений правильных, эффективных. Вот что вообще такое правильное решение? Когда я задаю этот вопрос, обычно люди мне отвечают, что это то решение, которое решает поставленную задачу, обеспечивает ожидаемый результат и так далее. Тогда я задаю следующий вопрос. А всегда ли, принимая то или иное решение, вы знаете, какого результата вы хотите добиться? Люди задумываются обычно и говорят, что нет, далеко не всегда. Поэтому в качестве первого универсального критерия правильности я рассматриваю то, что мы принятым решением довольны. Оно нам нравится. Заметим, что ситуация, когда у нас есть четко сформулированная цель, и мы ее добились, это частный случай этого более общего правила. Потому что в этом случае мы довольны принятым решением, потому что цель достигнута. Но даже если мы для себя ее четко не сформулировали, а также критерии правильности и так далее, все равно по этому внутреннему субъективному ощущению мы можем понять, является для нас то или иное решение правильным или нет. Второй критерий, что мы готовы следовать этому решению в дальнейшем. Это важно, потому что очень редко принимаемые нами решения носят изолированный характер. Практически всегда любое решение, оно влечет за собой другие. Типичный пример, мы лет 16 обычно, кто-то раньше, кто-то может быть позже, принимаем важное решение о выборе профессии. И вот мы решаем, допустим, стать ветеринаром. Ну, например, поступаем в соответствующее учебное заведение, поучились там какое-то время и понимаем, что да, действительно это то, что нам нужно, то, чего мы хотели, нам это интересно, нам нравится мучить, лечить животных. И продолжаем мучиться дальше, тем самым действием подтверждая, что ранее принятое решение было верным. Противоположная ситуация. Через какое-то время мы понимаем, что нет, это совершенно не то. Нам все это неинтересно, и не нравится, кто нас окружает, и не нравится, кто нас учит, и вообще все не нравится, и мы уходим, соответственно, из этого вуза и поступаем учиться, ну, скажем, на кларнетиста, например. Это означает, что мы действуем, опять же, фиксируем тот факт, что решение приняли неверное. Следующий критерий. Мы готовы и хотим убеждать других людей в правильности принятого нами решения. То есть мы не только внутри себя ощущаем его правильность, мы еще готовы это решение аргументировать, обосновывать, рекомендовать другим людям. Ну и, наконец, последний, может быть, самый важный критерий – это тиражируемость. Что в другой раз, в аналогичной ситуации, мы готовы принять аналогичное решение. И это, собственно, свидетельство того, что действительно мы это решение считаем правильным. Ну, можно придумать еще много всяких критериев. Мне лично вполне достаточно этих. И вполне достаточно для того, чтобы задаться вопросом, всегда ли принимаемые нами решения таковы, всегда ли они соответствуют вот этим критериям правильности. Очевидно, что нет. Поскольку это явно не так, возникает необходимость в каких-то инструментах, которые позволяли бы нам чаще принимать решения, которые мы готовы счесть правильными. Основной инструмент, который известен довольно давно, это универсальный алгоритм принятия решений. Он основан на работах замечательного французского математика Анри Пуанкаре, который в конце 19 века, занимаясь решением дифференциальных уравнений в частных производных, помимо прочего, задумывался еще и о том, а как, собственно, ему в голову приходят светлые идеи, как происходит процесс решения той или иной сложной задачи в сознании решающего. И вот об этом, помимо многих работ непосредственно в его научной области, об этом он тоже написал несколько статей, которые прошли мимо внимания его современников, но о них вспомнили через пару десятилетий, когда вот на основании этих работ британский психолог Оллос сформулировал то, что получило название «Собственно, универсальный алгоритм принятия решений». И в дальнейшем над ним работали еще всякие известные люди, например, известные математики Пойе и Адамар. А вот то, что их в итоге получилось, перед вами на экране, это очень простая, интуитивно понятная штука, настолько простая и понятная, на первый взгляд, что даже непонятно, зачем столько умных людей тратили на это свои усилия. Значит, первый шаг – выявление проблемы. Второй шаг – постановка задачи, исходя из этой проблемы, то есть определение целей, определение ограничений, накладываемых на правильное решение, определение критериев правильности этого решения. Третий шаг – генерация идей, то есть создание вариантов решения. Четвертый шаг – выбор оптимального решения. И пятый шаг – это проверка выбранного решения на соответствие условиям задачи, на допустимость и пригодность. Мы, к сожалению, сегодня не сможем с вами рассмотреть весь этот алгоритм, а он, несмотря на свою внешнюю простоту, содержит в себе много всяких подводных камней и тонкостей, которых следует разобраться для того, чтобы его эффективно применять. Тех, кто хочет узнать больше об алгоритме в целом, я, собственно, отсылаю к своей книжке, которая называется «Путь решения», где вот это все подробно описано. Сегодня мы с вами постараемся сконцентрироваться на третьем шаге алгоритма, который на самом деле самый интересный. Будем исходить из того, что задача уже в каком-то виде оформлена, сформулирована и необходимо придумать, как, собственно, ее решать. То есть найти какие-то варианты решения. Но прежде чем перейти уже непосредственно к инструментарию, немножко поговорим о том, а почему, собственно, зачастую нам не удается это сделать. Почему мы сплошь и рядом принимаем неверные решения. Причин много. На самом деле разнообразных когнитивных исхожений, так называемых, которые, собственно, и заставляют нас принимать неверные решения и неверно действовать, их известно сейчас несколько сутен. Но я остановлюсь очень коротко на самых распространенных ситуациях, которые ведут к принятию неверного решения. Первый камень преткновения – то, что называется узкими рамками, когда мы рассматриваем недостаточное количество вариантов решения. Есть очень интересные исследования современные того, как принимают решения современные подростки. Не все, конечно, есть исключения. Ну, так, в среднем по больнице, что называется. Так вот, согласно этим исследованиям, современный подросток, принимая решение о том, ну, актуальное, важное для него, куда пойти сегодня вечером – в кино или на дискотеку, он рассматривает даже не два этих варианта, а один. Тот, который первым пришел ему в голову. Вот он рассматривает этот вариант и пытается осознать, нравится он ему, устраивает он его, или же что-то внутри у него свербит, протестует, и кажется, что этот вариант неподходящий. Если ему все нравится, он так и действует, и дальше уже ничего не рассматривает. Если не нравится, он переходит к рассмотрению следующего варианта. При этом, как такового сравнения и анализа этих вариантов и намеренной выработки большого спектра возможных решений не происходит. Интересно, что ровно так же ведут себя сплошь и рядом не подростки, а крупные компании, принимая очень важные для бизнеса решения. Например, я много раз присутствовал на всех этих советах директоров, где рассматривалось решение, скажем, о слиянии и поглощении другой компании. При этом оно рассматривалось изолированно. То есть не сравнивались его плюсы и минусы с другими возможностями использования у компании имеющихся ресурсов. Вот это типичная ситуация узких рамок. Обратная ситуация – распыление внимания. Когда у нас слишком много разнообразных идей, вариантов, и при этом нет четких критериев решения, который позволил бы из них однозначно выбрать. Эффект колеи или автопилот. Ситуация, когда мы придерживаемся раз и навсегда выбранной стратегии, не реагируя на изменения внешней среды, на какие-то тренды, которые диктуют нам жизнь. Классический пример – это история компании «Истман Кодекс», слышали, наверное, про такую не раз. Она на протяжении многих десятилетий была мировым лидером на рынке аналоговой фототехники. Потом эта компания практически исчезла. Сейчас остался только бренд, да и то он почти не используется. Почему? Потому что они не успели вовремя среагировать на изменения внешней ситуации, заключавшиеся в том, что аналоговая техника стала вытесняться с рынка цифровой. Не отследив вовремя эту угрозу, они действовали в рамках своей раз и навсегда утвержденной стратегии и проиграли. Такая вот довольно типичная ситуация. Тенденция к подтверждению и пристрастность. Возможно, самое частое из когнитивных искажений, то, чему подвержены мы все, это еще называют эффектом присяжного. Как вы думаете, член жюри присяжных в суде в какой момент принимает решение о виновности или невиновности подсудимого? Точно. С первого взгляда. Вот он смотрит на подсудимого и решает для себя, а мог этот человек старушку топором зарубить или все-таки не мог, не похож он на убийцу. И что самое важное дальше, слушая прения по делу, слушая аргументы обвинений и защиты, присяжный особое внимание обращает на те, которые подтверждают его предубеждения, уже сформировавшиеся, и пропускает мимо ушей те, которые его опровергают. Конечно, его можно переубедить, но для этого нужно предъявить какое-то настолько веское доказательство, которое уже игнорировать никак нельзя. Чрезмерная уверенность и неверные оценки. Мы все очень сильно переоцениваем свои знания, свои навыки и свою способность оценивать. Классический пример. 90% водителей убеждены, что их навыки вождения выше среднего. Вы можете попробовать осмыслить эту информацию. И это проявляется во всех областях жизни. Зависимость от ранее принятых решений. Тоже невероятно типичная ситуация. Представьте себе такую ситуацию жизненную. Вы приходите в кино, покупаете билет, покупаете попкорн, занимаете место в зрительном зале, минут семь смотрите и понимаете, что это самая занудная ахинея, которую вы видели в своей жизни. Ваши действия. Что делать в этой ситуации? Встать и уйти. Совершенно верно. Конечно. Зачем? Деньги вам никто не вернет. Попкорн на худой конец можете с собой забрать, потом доесть. Зачем выбрасывать из жизни еще два часа, которые могут реально пригодиться на что-то более полезное. Это очевидно правильное решение. Но на самом деле очень мало кто из нас поступает именно так. Мы сидим, смотрим, надеемся, что нам все-таки покажут что-то такое, что оправдает наше решение пойти на этот фильм. Обратите внимание, почему мы так действуем. Не потому, что нам жалко потраченных на билет денег. Не такие большие обычные деньги. Нет. Потому что если мы встаем и уходим, мы признаемся себе в том, что решение пойти на этот фильм было неправильным. И вот именно это составляет для нас серьезную проблему, серьезное затруднение. Примеры с бизнеса классические, ровно на эту тему. Многие из вас наверняка слышали эту историю. В 60-е годы англо-французский консорциум начал работы по созданию сверхзвукового самолета, предназначенного для трансатлантических авиаперелетов, который должен был из Парижа в Нью-Йорк или из Нью-Йорка в Париж долетать примерно за 3,5 часа. Назвали его «Конкорд». В общем, долго велись работы, разрабатывался этот самолет. Наконец наступили 70-е годы. И в мире случился энергетический кризис. Резко выросли цены на энергоносители. И выяснилось, что поскольку этот самолет жрал много топлива, то себестоимость полета и, соответственно, цена билета будет в 4 раза выше, чем у современного по тем временам Боинга, который, конечно, летел подольше, 6-6,5 часов, но зато в 4 раза дешевле. Стало понятно, что рыночную конкуренцию этот замечательный самолет не выдержит. И перед руководством этого консорциума встал вопрос, что делать. Либо вложить там оставшиеся недостающие 20% финансирования, довести проект до конца и, соответственно, самолет достроить, выпустить на рынок, или зафиксировать убытки, расписавшись в том, что большие деньги потрачены зря. Естественно, находясь под влиянием ранее принятых решений, то есть ранее вложенных денег, они решили доводить до конца. Самолеты были построены, несколько штук. Они совершили несколько десятков рейсов. Все эти рейсы оказались убыточными. В итоге их продавали за символический 1 доллар разным авиакомпаниям. Они до сих пор украшают взлетные полосы нескольких аэродромов мира как памятники экономической неэффективности неверным решениям. Это типичный случай принятия решения под влиянием решений прошлого. Эмоциональное состояние тоже очень сильно влияет на решения, которые мы принимаем. Такое было недавно интересное исследование в Голландии, насколько я помню, оно проводилось, когда предложили студентам перед сдачей экзаменов написать эссе. Одна группа писала эссе о том, как бы они себя чувствовали, что бы они ощущали, работая профессорами в этом университете, а вторая описывала душевное состояние, чувство и переживание футбольного болельщика, хулигана. После этого они сдавали экзамены, и те, кто натянул на себя эмоциональное состояние профессора, сдали экзамен на 20% лучше. Даже такие тонкие вещи существенно сказываются на эффективности принимаемых нами решений. Откладывание решения. Такой жизненный, простой пример тоже приведу. Представьте себе, у вас появилась дырочка в зубе. Со всеми случается. Если вы сейчас пойдете к врачу, то лечение будет, во-первых, быстрым, во-вторых, безболезненным практически, в-третьих, самое важное, дешевым. Если же протянуть с этим и зуб начнет болеть, то лечение может оказаться уже и небыстрым, и неприятным, и, что самое противное, достаточно дорогим. Согласно известному анекдоту, чем отличается ребенок от взрослого? Ребенок боится зубного врача, а взрослый боится счета от зубного врача. Вот та самая ситуация. Поспешность. Обратная ситуация, опять же, когда мы пытаемся решить проблему, которая еще не созрела, а что еще чаще бывает, мы не созрели, не обладаем необходимыми знаниями, навыками, знакомствами с людьми, которые нам могут помочь эффективно ее решить, и поэтому в данный момент решение оптимальным не окажется. Ориентация на второстепенное. Когда мы, в случае с зубом, если он заболел, можем наесться обезболивающих, на какое-то время боль пройдет, но проблема решена не будет. Мы лечим симптомы, но не лечим болезнь. Совершенно распространенная ситуация. Наконец, выбор пути наименьшего сопротивления. Это очень типично для специалистов, для профессионалов в определенной области, которые очень хорошо владеют обычно достаточно ограниченным набором приемов. Но поскольку они хорошо эти приемы, методы, способы знают, понимают все их плюсы и минусы, они стремятся применять их как можно чаще. Даже в тех ситуациях, когда необходимо отойти от проторенных привычных путей и искать решение творческое, нестандартное. Вот немножко дальше мы подробнее поговорим именно о таких творческих, нестандартных решениях. Считается, что их поиск подчинен креативному циклу, так называемому. Вот креативный цикл – это ровно та идея, которая родилась у Анри Пуанкары и которая легла в основу соответственно его работ по принятию решений. А произошло с ним следующее. Он долго мучился над некой задачей, она оказалась сложной, он не мог ее решить, ему все это надоело. И он решил немножко отдохнуть, поехать на курорт. И когда он садился в амнибус, тогда такое было транспортное средство, заносил ногу на ступеньку, ровно в этот момент у него в голове возникла идея. Позже, вечером, добравшись до письменного стола, он эту идею проверил, посчитал, сделал нужные выкладки и понял, что да, она верна. Но еще он обратил особое внимание на момент рождения этой идеи и сформулировал, соответственно, понятие вот этого креативного цикла, что сначала идет подготовительный этап, он совершенно необходим, без него творчества обычно не бывает, без серьезной подготовительной работы, которая обычно заключается в том, что мы пытаемся испробовать разные стандартные приемы. и у нас может получиться. Тогда это означает, что задача, в общем, не носила действительно творческий, креативный характер. А вот если не получилось, тогда начинается самое интересное. Если действительно была проделана необходимая большая предварительная работа, то на каком-то этапе управление может быть передано подсознанию. Это, собственно, назвал Панкаре инкубационным периодом. И именно в подсознании может родиться идея, как результат тоже большой работы, но проделываемой нами неосознанно. И в этом процессе мы можем даже не подозревать. Как результат вот этого неосознанного мышления происходит то, что Панкаре назвал озарением. Когда из подсознания рождается идея и, что очень важно, осознаваемой частью мышления мы ее воспринимаем и понимаем. Собственно, в чем идея инкубации? Идея в том, что нам нужно какое-то время вот эту управляемую часть нашего мышления, которую можно сравнить с операционной памятью компьютера, очистить от разнообразных, рутинных процедур, мыслей, которые все время клютятся в голове. И только тогда идея, возникшая в подсознании, может пробиться в эту оперативную память и быть осознанным. Ну, а потом, потом, соответственно, поскольку подсознание только темное, оттуда может вылезти все, что угодно, родившаяся идея должна быть тщательно проверена, действительно ли она является решением нашей проблемы. На самом деле, вот из этого представления о креативном цикле становится понятно, например, почему так много выдающихся решений рождается во сне. Да, именно потому, что сон – это то время, когда у нас сознательная и подсознательная часть мышления, соответственно, сознательная и подсознательная часть мышления соприкасаются. И ровно так, якобы придумал Дмитрий Иванович Менделеев свою всем известную периодическую таблицу, также другой выдающийся химик Кеккули во сне, увидев змею, кусающую свой хвост, придумал формулу бензольного кольца. Также, например, американский инженер Хауэй, который долго мучился над тем, как же сделать ему швейную машинку, увидел во сне каких-то дикарей, потрясающих копьями, обнаружил, что у этих копий есть странные отверстия в наконечнике. У него возникла мысль, что необходимо использовать иголку с, соответственно, отверстием не в задней части, а ближе к истрию. Замечу, что, вот, например, историю с Менделеевым многие неправильно понимают, думая, что Дмитрий Иванович просто однажды лег спать, положил бороду на одеяло и, соответственно, потом утром проснулся обогащенный, соответственно, светлой идеей. На самом деле, конечно, нет. Он, вот, этому озарению предшествовала долгая многомесячная работа. Он там раскладывал карточки, на которых были написаны названия химических элементов, как пассианс, пытаясь уловить логику и взаимосвязь их расположения. И как результат этого предварительного этапа на грани сознания и подсознания собственно родилась идея. Важный вопрос, как заставить подсознание с нами сотрудничать. Дело в том, что оно у нас ленивое и уклончивое и старается избежать участия в этом процессе. Поэтому очень важно, чтобы, во-первых, мы испытывали глубокую личную заинтересованность в решении задачи. Если этого нет, то подсознание воспользуется этим как поводом уклониться и нам не помогать. Во-вторых, чтобы решить задачу, необходимо верить, что нам это под силу, что конкретно тот, кто ее решает, каждый из нас действительно способен это сделать. Если этой веры нет, опять же подсознание воспользуется этим как поводом для того, чтобы уклониться. В-третьих, необходимо понять, что является главным препятствием. В чем главная помеха? Почему нам не удается найти решение? Обычно ровно в этот момент заканчивается предварительный этап и мы передаем управление подсознанию, которое, отталкиваясь от этой главной помехи, в итоге и помогает решение найти. Но, конечно, этого мало. Нужно еще то, что называют творческими способностями. Что такое творческие способности? Во-первых, ассоциативное мышление. Очень важная штука. Потому что мы так устроены, что не способны придумывать, создавать идеи на пустом месте. Нам нужно от чего-то отталкиваться. Нужен некий центр кристаллизации мыслительного процесса. И вот этой точкой, которая нам дает толчок, обычно становится некая ассоциация. Во-вторых, очень важная вещь это использование эффективной символьной системы. Что это значит? Он на примере поясню. Был такой знаменитый человек в средние века. Звали его Герберт Аврилахский. Он был ученый. Многие считали его колдуном. А в конце жизни он стал римским папой. Ну так тогда бывало. Но до этого он успел поучиться у арабов, которые в те времена были в авангарде научной мысли. Много от них узнал. В основном там и приобрел свои знания. И, помимо прочего, познакомился с арабскими цифрами, которые и привез в Европу. И вот с этого момента это его огромный вклад вообще в европейскую и культуру и научную мысль. С того момента, как в Европе появились арабские цифры, математика начала очень быстро развиваться. Почему? Потому что до этого использовали цифры римские. И вот можете на досуге попробовать выполнить с их помощью даже простейшие айфметические действия. Сложение, вычитание, не говоря уж о делении. Это сложно. Потому что римские цифры это непозиционная система исчисления. В отличие от арабских. И когда арабские действительно появились, они стали той самой эффективной символной системой, которая позволила быстро двигаться вперед. Умение задавать проникающие в суть вещей вопроса. Тоже очень важная штука. Обычно с этого и начинается рождение любой идеи. Такой пример приведу. Был такой замечательный мыслитель еще раньше в древности, в античное время назвали его Аристотель, который вообще говоря заложил основы всей современной науки. В его трудах, а он очень много написал на разные темы, можно найти собственно истоки большинства современных наук. И математики, и физики, и логики безусловно, и биологии, и даже политологии. Но при этом, несмотря на огромный вклад Аристотеля, у него были очень интересные заблуждения. Например, он был настолько уверен в безупречности своего логического мышления, что считал, что нет необходимости проверять теорию практикой. Он был убежден, что безупречная логическая построение всегда приводит к правильному ответу. Поэтому, например, Аристотель считал, что более тяжелый предмет падает быстрее, чем более легкий. Почему он так считал? У него были некоторые основания. Он заметил, что птичье перо падает медленнее, чем камень. Что действительно так, потому что перо падает нелинейно. Его подхватывает воздушный поток, в отличие от камня, который падает практически линейно. Можно сопротивлением воздуха и воздушными потоками пренебречь. Но Аристотель из этого сделал вывод, что и более тяжелый камень будет падать быстрее, чем более легкий. И вот эта концепция, называвшаяся Аристотельевой механикой, она не подвергалась сомнению на протяжении более полутора тысяч лет. вся европейская физика и арабская кстати тоже, она базировалась вот на этой концепции. Практически вплоть до Галилео Галилея, который как раз сумел задаться очень важным вопросом. А что будет, если связать вместе два камня? Один потяжелее, другой полегче. Получается следующее, что новая эта система должна иметь скорость падения среднюю между скоростями исходных камней, с другой стороны получится камень более тяжелый, чем тот, который был более тяжелым изначально, и он соответственно должен падать быстрее. Это парадокс. И вот придя к этому логическому парадоксу, Галилей понял, что скорость падения не может зависеть от массы тела. Но он этим не ограничился. В отличие от Аристотеля, он считал, что необходимо проверять теорию практикой, поэтому он внимательно наблюдал за тем, как падают различные предметы и ставил эксперименты, бросая камни, гири, еще чего-то, с каких-то высоких зданий, замеряя с помощью доступных ему средств измерения времени, типа пульса, замеряя их скорость падения и экспериментально подтвердил свою правоту. Что еще очень важно? Безусловно, внимание к деталям, об этом мы сейчас подробнее поговорим, и гибкость мышления. Вот это вот особенно важная штука. Что есть гибкость мышления? Гибкость мышления по сути своей это способность посмотреть на любую ситуацию, любую проблему под разными углами зрения. Нобелевский лауреат Сен-Георди по этому поводу говорил, что гений видит то же, что и все остальные, но думает при этом совсем другое. Можно сказать, что гибкость мышления это преодоление так называемых барьеров мышления. Вот про барьеры мышления чуть подробнее. Это то, с чем мы сталкиваемся регулярно и то, что мы вынуждены преодолевать. Первый распространенный барьер это самоограничение, когда человек говорит, я так не умею, мне это не под силу, и тем самым заранее лишает себя шанса найти творческое решение. Преклонение перед авторитетами. Например, еще Ньютон говорил, что эта задача не имеет решения, поэтому решать ее бессмысленно. Во-первых, Ньютон мог такое говорить и мог быть совершенно прав. Но возможно, и это как раз внимание к деталям, ваша задача немножко условиями отличается от задачи, о которой говорил, писал Ньютон. А поскольку дьявол в деталях, может оказаться, что она как раз вполне решаема. Во-вторых, как мы только что видели на примере Аристотеля, даже великие умы человечества вполне могут ошибаться. И таких ошибок история знает множество. Поэтому, собственно говоря, авторитеты это не то, на что нужно полностью ориентироваться. Ложные аналогии. Когда мы действительно знаем, что согласно законам сохранения вечный двигатель невозможен. Но, возможно, та задача, с которой имеем дело мы, лишь внешне напоминает задачу о вечном двигателе. А на самом деле опять же есть тонкие отличия в условиях, которые делают ее вполне решаемой. Общественный ограничитель. Ну, например, на протяжении многих веков медики, пытавшиеся понять устройство человеческого тела, вынуждены были идти на страшный риск, потому что считалось недопустимым пытаться заглянуть внутрь Божьего творения, вскрывать человеческое тело, резать, смотреть, чего там. Они страшно рисковали, вынуждены были покупать свежие трупы у могильщиков или вскрывать даже могилы. Если бы их поймали, скорее всего, казнили. Но они шли на это, потому что у них не было другого способа изучить человеческую анатомию, и благодаря этому наука двигалась вперед. Наконец, стереотипы. Их вообще огромное количество. Мы с ними сталкиваемся на каждом шагу. Такой приведу пример. Был такой знаменитый футбольный вратарь, звали его Франтишек Планечко, чешский. Вратарь прославился он еще до Второй мировой войны, и его считали просто кудесником, приписывали ему какие-то мистические способности, потому что он брал пенальти гораздо чаще, чем все другие вратари. А еще он был известен тем, что первым начал играть в кепке. Задолго до наших знаменитых вратарей Яшина, Хомича. Так вот, кепка ему была нужна не только и не столько для того, чтобы закрывать глаза от солнца. Когда он назначался пенальти в его ворота, он кепку срывал с головы и бросал в угол ворот в ярости. После этого 9 из 10 пенальтистов били в другой угол. И Планечко знал этот психологический стереотип и пользовался им. И именно поэтому так часто брал пенальти. никакой мистики. Другой пример. Один наш современник, соотечественник, недавно был в Висбадене в немецком городе, где когда-то очень любил играть Федор Михайлович Достоевский в казино. Достоевский, как вы, наверное, знаете, был страстным игроком. Из казино не вылезал, проигрывал там много денег и даже не всегда отдавал свой проигрыш. И вот в этом казино обнаружилась на стенке долговая расписка Достоевского, так и неоплаченная. Стало неудобно, но как же так? Наш великий писатель, гордость нации, остался должен какому-то немецкому казино. Он пошел к руководству, сказал, давайте я заплачу долг Достоевского. Ему сказали, вы знаете, каждый первый русский, который к нам приезжает, приходит к нам с этим предложением. Им то, конечно, было интереснее иметь долговую расписку Достоевского, чем небольшую сумму, важный исторический документ. Но в чем суть этой истории? Он был уверен, что у него родилась необычная оригинальная творческая идея. На самом деле, она оказалась совершенно банальной и стереотипной. Поэтому для того, чтобы все-таки придумывать идеи нестандартные, нужны специальные методы. Вот наконец мы дошли до самого полезного из того, что я вам хотел рассказать, до стратегий мышления. Это специальные подходы, позволяющие нам придумывать нестандартные творческие решения. Или стандартные, но эффективные в данном случае. Начнем с самого простого. Когда мы пытаемся воспользоваться уже готовым решением, которое кто-то где-то когда-то использовал. Это естественное действие, которое мы совершаем в той или иной жизненной ситуации, столкнувшись с проблемой, решение которой мы не знаем. Попробовать найти человека, который уже что-то подобное проходил. Обобщение это ситуация в бизнесе, когда мы подсматриваем некое решение в одном из подразделений своей компании и распространяем на всю систему как лучшую практику. Можем подсмотреть также у конкурентов в целом в отрасли, в других отраслях и применить у себя. Обобщением принципа лучших практик является то, что получило название ледеринг. Вот английского ледер, лестница. Идея поиска решения, основанная на постоянном расширении области поиска, абстрагировании и отходе от изначальной постановки задачи с тем, чтобы поиск идей был максимально всеохватным. Классическая история про ледеринг. Есть такая известная компания Арена, производящая спортивную одежду. Они лет 20 назад столкнулись с задачей. Нужно было сделать костюм для плавания, обеспечивающий максимальную скорость перемещения спортсмена в воде. Там была создана целая исследовательская группа, которая долго работала над этой задачей. Перепробовали они много разных вариантов, разных материалов, из которых пытались сделать этот костюм разных фактур поверхности, не получалось. Тогда руководительница этой группы решила посмотреть на все вообще, что быстро плавает в воде. И часть решения ей подсказала торпеда, которая, как вы понимаете, быстро очень перемещается в водяном пространстве за счет своей обтекаемой формы. У нее возникла идея сделать костюм не из мягкой, а из очень жесткой ткани, чтобы она сдавливала, сжимала тело спортсмена и тем самым сглаживала неровности его телосложения, придавала ему более обтекаемую форму. Вторую часть решения подсказала акула в аквариуме. Акула в аквариуме, когда она пощупала с некоторым риском для жизни соответственно эту шкуру акулы, там такие чешуйки, растущие под разными неправильными углами, возникла идея сделать поверхность этого костюма такой же чешуйчатой. В итоге, в том, что получилось, были побиты все мировые рекорды в плавании, потом, правда, это запретили, сказав, что это нечестно. Вот это классический ледеринг. Анализ контекста. Поиск решения собственно внутри самой проблемы, в самой постановке задачи. При этом, правда, самое главное это решать ту задачу, которая перед вами стоит, а не какую-то другую. Такой расскажу пример, недавняя история. В Японии дело было. Японцы, они очень трепетно, серьезно относятся, как вы может быть знаете, к гигиене, к стерильности. Если им приходится ездить в метро, они обязательно надевают резиновые перчатки, марлевую повязку, чтобы не соприкасаться с чужими микробами. И вот в одной большой японской компании обнаружили страшную вещь, для японцев страшную, что когда человек заходит в туалет, точнее выходит из туалета, он только что чисто вымытыми руками должен хвататься за нестерильную ручку двери. Она нестерильная хотя бы уже потому, что заходя он еще не помытой рукой дверь закрывал и что-то не осталось от него и других людей. Для нас ерунда, японцы очень серьезно к этому подошли, по японской опять же традиции решили обратиться к коллективному разуму, объявили в компании конкурс на лучшее решение, было предложено много разных красивых вариантов, например, разместить объемный датчик движения, который реагировал бы на то, что человек движется по направлению к выходу, передавался сигнал на специальный моторчик, укрепленный на ручке двери, сдвигалась ее поверхность, чтобы человек хватался за нее, хватался действительно за поверхность стерильную. Случайно оказавшийся в этой компании русский инженер задал неприличный вопрос, а нельзя открывать дверь ногой? Если просто пинать как-то некультурно, можно педальку сделать, нажал и вышел. Японцы как-то смутились, спустили всю эту историю на тормозах в итоге. В чем суть? Они решали не ту задачу, не задачу как не хвататься чистой рукой за грязную ручку, а как хвататься чистой рукой за чистую ручку, что не то же самое. Перебор вариантов, то, что сегодня часто называют брутфорсом. Это, в общем, сильно недооцененный метод, потому что во многих случаях он дает решение и не надо им пренебрегать. Вот недавняя история, в Африке проводился эксперимент, там еще остались совсем примитивные племена, которые не знакомы никакими достижениями цивилизации, не говорят ни на каком языке, кроме своего, никому кроме них неизвестного. и вот в деревне одного такого племени подбросили несколько коробок с современными ноутбуками. Их нашли местные подростки. Что происходило дальше? Они вскрыли эти коробки и через час путем последовательного нажатия на кнопки запустили все эти устройства. Еще через час на каждом было загружено в среднем 16 приложений, а к вечеру жители деревни пели песни на английском языке, которые раньше никогда не слышали, которые хранились в памяти этих устройств. И если подростки из примитивного племени могут с помощью перебора вариантов добиваться таких результатов, представьте себе, чего может добиться современный человек. Случайный поиск. Примерно то же самое, но без целенаправленности в этом процессе. Есть известный эксперимент, когда пчел и мух сажают в бутылку и бутылку разворачивают донышком к источнику света. Пчелы умные, знают, что надо лететь на свет, бьются о донышко, выбраться не могут. Мухи глупее, они случайным образом перемещаются по бутылке и рано или поздно находят выход. Хорошо знают этот прием фотографы, которые долго не могут осознанно найти нужный план, нужный кадр. Тогда они стараются отключить сознание и искать его случайным образом. И часто именно это приносит успех. Обход проблемы. Создание таких условий, при которых проблема утрачивает актуальность. Вот такую расскажу историю. В эпоху Возрождения художники несколько десятилетий ломали копья. У них была животрепещущая проблема. Тогда были в основном в изобразительном искусстве сюжеты исторические, мифологические и библейские. Вот в рамках библейского сюжета они бились над вопросом как рисовать Адама и Еву с пупком или без. Серьезный вопрос на самом деле если вдуматься потому что согласно первоисточнику священному писанию пупку взяться неоткуда. Другое человеческое тело и без пупка выглядит пугающе даже странно. Вот они ругались и ругались наконец нашли очень простое решение все равно рисовали их с фиговым листком. Решили сделать его более развесистым чтобы он просто закрывал зону пупка и не было видно есть он там или нет. Вот это типичный обход проблемы. Ну или другой пример. Спустя несколько столетий другой знаменитый художник звали Ол Дисней тоже столкнулся с проблемой. Он не знал как Микки Маусу нарисовать руки передние конечности. Он все-таки мышь поэтому рисовать человеческими ногтями странно. Нарисовать мышиные когти так чтобы они были симпатичными и привлекательными у него не получалось. Все знают решение. Никто никогда не видел Микки Мауса без перчаток. Мы не знаем чего там. Типичный обход проблемы. Аналогии это на самом деле самый важный и самый сильный инструмент. Суть его в том что как я уже говорил мыслим мы ассоциативно и именно аналогии помогают нам находить решение. Аналогии бывают разные. Аналогия прямая это поиск решений в других областях науки и техники в быту в живой природе. например известная история что парашют был изобретен достаточно давно в лесу хрениана Родовинчи его можно обнаружить и быстро реализовали эту идею прыгали с парашютом с разных высоких деревьев домов с воздушного шара братьев Монгольфе но когда был изобретен самолет в начале 20 века и первые самолеты были очень ненадежные деревянные часто прямо в воздухе разваливались напрашивалось решение использовать парашют чтобы спасать людей в случае воздушной аварии не получалось потому что тогда парашют делался из плотного брезента его негде было разместить в кабине маленького самолета даже если бы удалось как-то запихнуть то в случае аварии вытащить его через узкий люк тем более не получалось и вот однажды русский офицер инженер по образованию Глеб Котельников был в театре и увидел некую даму которая из маленькой женской сумочки вытащила большой шелковый платок это навело его на мысль что можно во-первых делать парашют не из плотного брезента а из тонкого шелка а во-вторых упаковать какой-то рюкзак и выпрыгивать вместе с ним так был изобретен ранцевый парашют который в итоге спас тысячи человеческих жизней это типичный пример прямой аналогии символическая аналогия когда мы пытаемся с помощью знаков и символов абстрактных выразить объективные процессы происходящие в мире например выдающийся астроном Кеплер изучая движение планет столкнулся с проблемой что не было мотиватического аппарата для описания взаимного притяжения небесных объектов он воспользовался тем что все планеты как вы знаете названы в честь римских богов и богинь и описал их взаимное притяжение в терминах любовного влечения между этими персонажами в итоге выявил формулу небесной механики в астрономии до сих пор фантастические аналогии построены на принципе что было бы если если было возможно то или иное решение которое недостижимо на нынешнем уровне развития науки техники общественных отношений типичный пример романа Жюля Верна которых находят до 300 решений различных идей которые не могли быть реализованы на момент написания романов но были реализованы впоследствии наконец личная аналогия самый сильный самый универсальный прием построенный на том чтобы попытаться мыслить как другой человек посмотреть на мир его глазами это близко к идее эмпатии то есть сочувствования на примерах как это работает ну вот когда в Европу завезли картошку из Северной Америки ее здесь приняли не очень радостно были какие-то свои привычные корнеплоды репа брюква в России даже были целые картофельные бунты люди отказывались ее выращивать употреблять в пищу их подавляли жестоко а во Франции подошли тоньше проще один агроном пришел с предложением к королю королю предложение очень понравилось потому что оно было действительно достаточно дешевым высадили картофель на огороде в огороде в центре Парижа прямо и приставили двух гвардейцев его охранять а на ночь охрана снималась люди быстро поняли что раз охраняют значит это что-то ценное а раз ночью нет охраны самое время туда залезть выкопать но если уж украли грех было не попробовать попробовали понравилось до сих пор картофель остается одним из основных ингредиентов французской кухни другой пример в середине 19 века известная немецкая компания Сименс купила в России концессию на разработку медных рудников на Северном Кавказе рудники могли приносить хороший доход но возникла проблема оказалось что местные жители совсем не готовы идти работать на шахту ну просто это не было как бы в традициях в менталитете они вообще не работали за деньги жили в основном натуральным хозяйством смысла в этом не видели вести рабочих из Европы накладно да и была опасность что они быстро проникнутся местным менталитетом нашли простое решение стали открывать в местных крупных поселениях лавки где строго за деньги не допускался натуральный обмен продавали красивые женские украшения и местные женщины быстро объяснили своим мужьям зачем зарабатывать деньги и все получилось давайте закончить немножко осталось инверсия попытка решить задачу исходя из тех условий которые в ней не содержатся по сути от противного вот такой известный пример приведу выдающийся советский физик Георгий Флеров в начале сороковых годов прошлого века написал письмо Сталину в котором утверждал что судя по всему американцы очень близко подошли к созданию атомной бомбы он оказался совершенно прав но тут важно как он это понял из чего исходил а очень просто он мог читать западную научную прессу американскую в первую очередь это был единственный способ для молодого советского физика узнать что-то о достижениях мировой науки и заметил что оттуда вообще исчезли статьи посвященные ядерной физике из чего он сделал вывод что тема засекречена а значит ей найдено некое военное применение и оказался совершенно прав вот это вот типичный поиск решения от противного другой пример тоже из военной истории многим известный во время Второй мировой войны руководство британских и американских ВВС заметило неприятную вещь что их самолеты плохо защищены и поэтому часто погибают в боевых столкновениях с немецкими напрашивалось решение усилить броневую защиту но невозможно полностью обвесить весь самолет еще слоем броневых листов потому что во первых это будет очень дорого во вторых он станет очень тяжелым утратить маневренность значит надо защищать какие-то отдельные места но какие чтобы это понять обратились к известному статистику Абрахаму Вальду который взялся за эту задачу и долго изучал самолеты вернувшиеся на аэродромы после воздушных боев и смотрел куда им попадали вражеские пули а потом предложил защищать как вы думаете какие места те куда не попадали почему потому что он анализировал самолеты которые вернулись которые выжили в воздушном бою значит те места куда им попали они не являются жизненно важными для самолета защищать как раз те другие потому что самолеты которые попали туда они не вернулись вот типичная инверсия лимонад из лимона в каком-то смысле развитие этой же идеи заключающиеся в том чтобы из главной помехи главной сложности извлечь пользу такой пример приведу в послевоенные годы в Европе были большие проблемы с электроэнергией из России не поставляли еще толком как сейчас короче очень экономили запрещали по вечерам освещать улицы городов и витрины магазинов из-за этого очень страдали голландские ювелиры а Голландия это традиционный ювелирный бизнес традиционный там до сих пор обрабатывают до 80% добываемых в мире драгоценных камней и понятно что их продукт их товар он должен привлекать внимание должен быть на яркой освещенной витрине переливаться играть бросаться в глаза покупатели не шли ювелиры страдали и вот один из них придумал неожиданное решение он установил в витрине своего магазина динамо машину а ручку вывел наружу и предложил всем желающим ее крутить и витрину освещать неожиданно это оказалось любимым аттракционом жителей Амстердама люди туда шли вечером детей гостей города продажи у него как результат резко выросли последний прием который я хотел вам рассказать очень важный называется комбинационное мышление был такой выдающийся философ 20 века звали его Артур Кёстлер который в середине века разработал концепцию получившую название бисоциация идея ее в том что лучшие решения лучшие идеи рождаются из соприкосновения столкновения двух и более максимально разнородных концепций на примерах покажу опять же первые супермаркеты появились в Соединенных Штатах в начале 20 века но довольно долго вот такой крупный ритейл он не развивался и еще больше магазины не появлялись мегамаркеты гипермаркеты почему потому что их прибыль была ограничена размером среднего чека а средний чек был ограничен физической силой человека человек не покупал больше чем может унести в корзинке а поскольку многие покупатели женщины это естественно еще больше ограничивало доход и вот однажды один владелец такого супермаркета увидел у себя в торговом зале некую даму которая свою корзинку поставила на игрушечную машинку на колесиках которую на веревочке таскал за собой ее сын у него возникла идея что можно соединить корзинку и колеса так появились все нам знакомые тележки для супермаркетов которые как нам кажется были всегда банальная штука на самом деле именно с их появлением реально в мире начал развиваться ритейл да потому что без этого сама идея крупных розничных торговых центров не работала еще один пример в 80-е годы прошлого века немецкой компанией Daimler-Benz производившей знаменитые мерседесы родилась идея что было бы здорово соединить выдающиеся технологии немецкого автопрома с дизайном швейцарских часов они обратились с этим предложением в известную швейцарскую часовую компанию Swatch тем идея понравилась и они разработали концепт и этот автомобиль так восхитил собственно вот этот вот дизайн концепт так восхитил обе стороны участвовавшие в процессе что они обе сочли его произведением искусства и так и назвали Swatch Mercedes Art сокращенно Smart так вот из соединения двух разнородных концепций получились очень популярные сейчас во всей Европе городские автомобили Smart время у меня закончилось спасибо за внимание спасибо большое Максим спасибо огромное